Теперь второй очень-очень важный совет. В бесполезное время, в бесполезное время работайте над своей мечтой. Этим я тоже отличался от окружающих. Я вам уже говорил, когда в общаге все там пили пивко и смотрели сериалы, я работал над своей мечтой. Я тоже смотрел сериалы. Я тоже залипал, я тоже бухал. Я вам уже тысячу раз это говорил. Но вот самое такое бесполезное время, да, когда нету никаких туз в зимние, осенние вечера, я сидел и работал над своим каналом. Я работал над ютубом, над музыкальным тогда еще каналом. Я на ютубе уже 8 лет. То есть я занимался своей мечтой, я занимался одним делом 8 лет. И когда люди мне говорят, блин, почему я не могу добиться успеха, я прочел все твои книги, а я ему говорю, а каким одним делом, одним делом, любимым делом ты занимался на протяжении 8 лет? Каким? Никаким. А ошибка людей в том, что вот они всегда чего-то ожидают от других людей. Я тебе сделаю добро, и ты мне должен сделать добро, но так не работает в жизни. Поймите, так не работает. Ты можешь сделать одному человеку добро, он на тебя забил. Можешь сделать еще одному человеку добро, он тебя послал, еще одному человеку добро, он это добро не оценил. Но потом к этому человеку приходит отдача оттуда, откуда он вообще ее не ждал. Так все работает в жизни. Так что, друзья, просто всегда действуйте согласно своим жизненным принципам. И никогда, 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 ни от кого ничего не ждите. Просто несите добро, если вы несете добро. И все. Не ждите отдачи. Отдача к вам придет с других источников. Просто делайте, 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 гните свою линию, будьте всегда собой.